В предстоящую пятницу состоится финальное в этом году заседание муниципалитета Ярославля. Стоит отметить, что действующему составу городского парламента остается работать буквально полгода. В сентябре ярославцам предстоит определить новый созыв. Итоги работы действующего, по крайней мере за последний год, подведем прямо сейчас. Это программа «На повестке дня». Вас приветствует Екатерина Сысоева. И сегодня говорим с председателем муниципалитета Ярославля Артуром Ефремовым. Артур Евгеньевич, добрый вечер. Добрый вечер. Финальным и, пожалуй, самым значимым аккордом работы в этом году стало завершение работы над бюджетом и его принятие депутатским корпусом. Знаю, баталии были. В итоге результатом удовлетворены все стороны? Конечно. Самое главное, что бюджет города Ярославля принят. Мы начали эту работу достаточно долго. У нас, начиная с осени, прошли депутатские слушания по каждой программе, а программа – это 94% расходов бюджета. В целом общие доходы и расходы составили более 22 миллиардов рублей. Это достаточно большой объем работы, который провели и депутаты, и, конечно же, мэрия города Ярославля. Бюджет принят, поправки приняты. С нового года мы работаем в том же режиме. И очень важный момент – это участие в нацпроектах, которые благодаря принятию бюджета город принимает участие. Это ремонт дворов, это уже понятный для жителей Ярославля ремонт улиц, строительство улиц, это достройка школы на улице Пашуковская, это Дзержинский район. Поэтому город Ярославль продолжает развиваться. И, безусловно, социальный ориентир бюджета – это основное направление расходов, это социальная сфера. И вот раз сегодня подводим итоги, не могу не спросить о исполнении бюджета уходящего года. Все ли удалось? Да, мы пока заслушали 9-месячные расходы, потому что пока предстоит еще доработать бюджет города. Хочу отметить, что с точки зрения доходов мы выросли по сравнению с принятием на 2,2 миллиарда рублей. Собственные доходы у нас увеличились в течение года более чем на 600 миллионов рублей. Это все позволяет достаточно уверенно подходить к бюджету 2022 года. Не могу не отметить, что сейчас принимать финансовые решения необходимо в непростых эпидемиологических условиях. Но и помимо них существуют непредвиденные события, которые требуют тоже вливания из городской казны. Вот в этом году удалось ли, что это так сложно? Да, у нас был инцидент с домом на улице Батова, взрыв бытового газа. Мы также принимали решение и поддержку оказывали жителям, начиная с момента их проживания в гостинице. Сейчас уже финишируем с расселением. Большинство жителей получили выплату на приобретение жилья. Это, конечно же, и поддержка бизнеса с точки зрения льгот и новых возможностей в пандемийный период. Мы здесь тоже достаточно большой объем работы провели. Мы дали возможность летним кафе снизить оплату в течение лета на 50%. Дополнительно в части НТО мы давали отсрочку, плюс возможность и смены специализации, увеличения площади для развивающегося бизнеса. Поэтому работали и по социальной поддержке, и, безусловно, по развитию экономики города. Говоря о бюджете, городские власти всегда подчеркивают, что он имеет социальную направленность. Какие ключевые позиции были профинансированы в наибольшей степени? Вы знаете, действительно, возможно, для горожан это звучит в новинку. Но в любом случае бюджет он социален изначально. Так как обеспечить работу школ, детских садов, домов культуры, спортивной инфраструктуры, социальной защиты – это задача бюджета. И поэтому 70% расходов – это расходы на социальную сферу. Говоря о социальных вопросах, необходимо еще отметить взаимодействие с общественностью города. Как депутаты работают в этом направлении? У нас очень плотная работа с общественной палатой города Ярославля. Мы на нашем одном из заседаний приняли решение о делегировании проведения публичных слушаний по бюджету. Опять же, это самый важный документ по финансам городским. Поэтому общественная палата их проводит. Также мы взаимодействуем с территориальным общественным самоуправлением. У нас в течение года было достаточно много вопросов контрольных. Мы обеспечиваем принятие решений по открытию новых ТОСов на территории города. Поэтому работа с общественностью – это в целом один из важных фронтов работы муниципалитета. А опыт двух пандемических лет вынудил взглянуть на бюджет по-новому? Вы знаете, конечно, мы с одной стороны всегда смотрим на рост доходов. И это то, что обеспечивает работу и социальных учреждений, и, конечно же, строительство. То, о чем я говорил ранее. Но одновременно с этим, понимая, что если бюджет не окажет поддержку малому бизнесу, а мы как город как раз влияем на развитие малого бизнеса, то это одна из важных составляющих в будущем доходов. Вот я, для примера, привел те направления решений, которые мы приняли по НТО. Хочу сказать, что на сегодня этот бизнес получил еще одну форму поддержки. Буквально на прошлом заседании в декабре мы приняли решение о продлении договоров на право размещения без аукциона для тонаров на два года, для НТО на три. Это также форма поддержки для бизнеса. Чтобы не участвовать в аукционах, возможно, ряд мест будут конкурентным и увеличение цены. Это приняло решение. Правительство рекомендовало нам это. Мы приняли решение на уровне города. А вот какие еще вопросы, помимо перечисленных, были на повестке дня у депутатов в этом году? Вы знаете, у нас одно из направлений – это работа в округах. Это в том числе и работа по обращениям жителей. Но одновременно с этим есть и такие важные общегородские мероприятия, такие как ежегодный городской конкурс «Ярославль-Цвету». Депутаты поддерживают их как в округах, так, конечно же, и общегородской конкурс. Буквально в ноябре мы подвели итоги. Каждый депутат поддержал своих конкурсантов. Также мы достаточно большую работу проводили по правилам благоустройства. Это тоже работа с общественностью, публичные слушания. В этом году мы приняли решение по самокатам, по местам размещения. Потому что этот год достаточно активно связан с развитием аренды самокатов. И очень много мы обращений получили. Поэтому здесь общение с жителями позволяло в том числе и синхронизироваться по правилам благоустройства. А какие еще вопросы жизни города у депутатов на контроле? Конечно, это реализация уже принятых бюджетных решений. Это контроль губернаторского проекта решений. Вместе это благоустройство во дворах. Каждый депутат в округе контролирует работу. Также это работа с безопасными качественными дорогами. Это ремонт в округах. Это тоже контрольное. Это строительство социальных учреждений. Поэтому здесь каждый депутат в своем округе отрабатывает вместе с жителями контрольные точки прохождения проекта. А вот кроме заседаний, выездных совещаний, принятых решений, еще какие-то мероприятия вы проводите? Да, у нас есть такое мероприятие, которое вы сказали, что мы в следующем году заканчиваем свою работу. У нас в нашем созыве было принято решение о союзе городов Золотого кольца. И одним из решений это было взаимодействие с такими же думами. Потому что во всех городах этот орган называется дума, только у нас муниципалитет. Поэтому мы все города, которые вошли в союз городов Золотого кольца, посетили. У нас остался наш замечательный город Углич, который мы посетим в феврале, в марте. Все остальные города мы посетили, обсудили, как ведутся работы и по бюджету, и по основным направлениям. Это жилищно-коммунальное хозяйство. Где-то нашли новое, что привнесли в работу, где-то поделились своим опытом. Поэтому это такая работа, с одной стороны, обмен опытом и представительная, с другой стороны, это полезно для нашей работы текущей. Благодарю вас, Артур Евгеньевич. На этом наша беседа подошла к концу. Об итогах работы муниципалитета Ярославля говорили с его председателем Артуром Ефремовым. Вы смотрели программу «На повестке дня». Мы в эфире с понедельника по четверг в 19.20 на городском телеканале. В студии работала Екатерина Сысоева. До встречи.